Дорожная карта Он резко пошатнул Конечно наложил свои Погодные условия Свои коррективы внесло Но вместе с тем Пока не произошло Ничего такого страшного То есть пока все в сроках По плану Все идет намеченным путем Было бы лучше если бы погода Была потеплее и посуше Разумеется Но тем не менее Пока наши планы никто не менял Не отменял И все говорит о том Что мы их выполним на сегодняшний день Наш план очень простой Завершить ремонтную работу до 1 сентября этого года То есть по сути уже середина лета позади Вот что удалось сделать за это время И я еще раз напомню Что все таки работы в этом году стартовали Достаточно рано То есть уже весной Можно было видеть Как вы осваиваете объем Первый контракт у нас действительно В апреле месяце были заключены В этом году Что в общем-то Нас не может не радовать Действительно Мы в апреле собственно И приступили к этим работам Ну что сказать Если в цифрах У нас примерно в этом году Около 200 тысяч квадратных метров Предполагается в ремонт Ну из них половина уже Выполнена То есть на сегодняшний день Там 99 тысяч квадратных метров Асфальт уже уложен Поэтому ну в общем-то нормально Как раз середина сезона Будем так говорить И половина Так сказать Работы выполнены уже Поэтому Все у нас идет Так сказать В штатном режиме Будем так говорить На сегодняшний день Уже на 10 объектах У нас в полном объеме Работы закончены Еще там на 6 объектах У нас работы ведутся Поэтому Ну нет оснований полагать Что что-то у нас Пойдет не так Где дорожное полотно Уже преобразилось? Ну в основном Это у нас касается Города Одинцова Как мы знаем Это Комсомольская улица У нас Вокзальная улица Свободы Если мы обратно Возвращаемся В 8 микрорайон Это у нас Транспортный проезд Вот Можайское шоссе Как мы видим Уже начали у нас Укладывать асфальтобетон На главном участке Это значит От начала и до Говорова У нас одна половина Уже уложена Вторая половина Вот Тоже уже практически уложена Поэтому На дублерах У нас тоже Работы ведутся И уже Значит Один из дублеров Можайского шоссе Тоже уложен Асфальтобетон Это вот Ну самые там Такие крупные Будем так говорить Основные объекты Еще у нас Есть две большие дороги По площади Это в городском поселении Кубинка Ну или сейчас Уже может быть Это не городское поселение Ну Территория такая Кубинка Будем так говорить Значит Одна из них Тоже практически Асфальтобетон уложен В полном объеме В больших изъемах Тоже там дорогу сделали Уже уложили Ну в целом Основные Это вот Такие объекты Есть уже Завершенные объекты Довольны ли вы Качеством И можно ли уже Сегодня Ну давать Какую-то оценку Подрядчикам Ну на сегодняшний день У нас Полностью Завершенная работа Транспортные проезды Улица Комсомольская В полном объеме То есть Уложен асфальтобетон Выполнены все работы По нанесению разметки Проверено качество Выполнения работы И уже оплачены Денежные средства Ну На самом деле У нас еще есть ряд объектов Где уже асфальтобетон уложен И тоже Так сказать Мероприятия По контролю проведены То есть Отобраны соответствующие Керны Испытаны И подтвердили Значит Своё качество Но пока там еще где-то Разметки не хватает Где-то еще что-то Поэтому мы пока Еще за эту работу Не заплатили Но В принципе Надо сказать Что улица Вокзальная И улица Свободы Тоже уже Так сказать В полном объеме Качество подтверждено И сейчас как раз Ведутся Значит Работы по приемке И оформление документации Ну и дальше Она будет принята И оплачена 1 сентября Должны быть завершены Все работы Вы как считаете Успеете В этот срок? Ну конечно успеем Я уже так сказать Вот озвучил Что половину в принципе Мы уже сделали На сегодняшний день Ну и кроме того Я все-таки очень надеюсь Что у нас дожди Наконец-то закончатся И что даст нам Определенную свободу Маневру Потому что сейчас Приходится Для того Чтобы укладывать Асфальт и бетон Выгадывать Какие-то там Можно говорить о том Что вот эти часы Без гроз и дождей На вес золота Ну не то чтобы на вес золота Ну для дорожников Конкретно вот в этот период Но это очень существенно Потому что Вы же понимаете Объемы укладки Очень большие Асфальт Это не то что Можно как пакет кефира Пойти в магазин И купить То есть его значит Надо на асфальтобетонном заводе Заказать заранее Для того чтобы они его Значит этот асфальтобетон Сварили В нужных объемах Поэтому приходится Очень там четко Отстеживать прогноз погоды С тем чтобы Значит Эти объемы заказать А потом Он не может ждать Я правильно понимаю Если асфальт привезли Он должен быть Ну или Как-то Реализован Да Пущен в работу Либо что с ним Потом произойдет Или в работу Или вот Или фактически Выкидывать Будем так говорить Да То есть он становится Негодным И дальше с ним Ничего уже не сделаешь Поэтому Это очень важно То есть технологически Вы очень завязаны Под процесс Да Технологически Если все остальные Скажем Виды работ Как-то еще там Погодные условия Не так Ну подготовка Что касается подготовки Снять полотно Борт камень там меняем Или там допустим Когда фрезерование идет Так еще лучше Даже когда дождик Потому что фреза Охлаждается лучше Там тут проблем никаких нет Ну они какие-то там бывают Ну такие так сказать Решаем будем так говорить А что касается уже укладки Тут уже ничего не сделаешь Тут погода должна быть Соответствующая Деваться некуда Но должно быть сухо Если еще по температуре воздуха Еще так сказать Есть определенные корреляции Да можно там И в ноль градусов укладывать В принципе Асфальт И в некоторых случаях Даже при отрицательных температурах То покрытие конечно Должно быть сухое Но тут тоже есть опять же Свои конечно нюансы Если оно уже обработано Вяжущим То есть подготовлено То какой-то там небольшой К примеру дождик Там моросящий Или что-то Может быть таким препятствием И не служить А если это дожди Те которые мы сейчас видим То конечно в такую дождь укладывать Не представляется возможным Просто тропические ливни Да можно так сказать Потому что периодически Это вроде солнышко и проглядывает А периодически прям ливень Такой серьезный Тем более Особенная проблема Составляет Значит работа Именно в городских условиях Когда у нас Установлен бортовой камень И у нас фактически Значит поверхность дороги Служит Неким водосбором Окружающей территории То есть вода попадает на дорогу А уже из дороги Она так сказать Уходит в ливневую канализацию И по существу Это некий канал для воды Поэтому Если скажем Где-то в сельской местности Какой-то и так далее То есть дорога Она получает Только ту воду Которая непосредственно На нее выпадет То в городе Количество воды На дороге Гораздо больше Потому что прилегающей территории Тоже она там собирается В этом году продолжается Масштабная реконструкция Можайского шоссе В том числе Я знаю Что были планы По изменению И упорядочению движения Конкретно по дублеру Как вот в этом вопросе Все продвигается И остались ли Эти планы Ну в силе И будет ли действительно Там изменение Да Значит в настоящее время У нас в принципе Уже на завершающем этапе Сейчас дорабатываем Некоторые шероховатости По организации движения На дублерах Можайского шоссе Ну по существу Значит Надо сказать Что дублер Фактически Станет односторонним Его движение То есть в сторону Из Москвы Все дублеры Можайского шоссе Значит Где-то будет Запрещена парковка Где-то наоборот Разрешена Ну тут уже Так сказать Специалисты Рассматривают этот вопрос Индивидуально Прямо по каждому участку Потому что У нас по существу Дублер Можайского шоссе Это автомобильная дорога Которая Служит Естественно Для доступа К прилегающей территории То есть Естественно Это не парковочное Некое там пространство Не парковка Это все-таки Автомобильная дорога И в первую очередь Ее предназначение Для того Чтобы обеспечить Транспортную связь А не для того Чтобы там Хранились автомобили Поэтому Конечно В угловых углах В качестве приоритета Именно Поставлена Именно такая Функция Поэтому Ну да Где-то будет Значит Остановка Или парковка Запрещена Но мы не говорим О том Что там В полном объеме Везде мы ее запретим И так далее Нет Тут все Так сказать Очень четко Индивидуально Точно Рассматривается Все каждый вопрос По каждому там Кварталу Примерно Какие сроки завершения Вот работы Конкретно По этому участку То есть Сколько времени Будет в жителей Чтобы привыкнуть К новому движению Ну Привыкнуть У них время Будет в любом случае Потому что в сентябре Все-таки поток Естественно В несколько раз Возрастет Разумеется Мы это закончим В летний период времени И в принципе Там работы осталось Не так много Уже Как мы знаем Уже часть Уже асфальтобетона Уложена Часть отфрезерована Поэтому я думаю Что Ну в течение Недели Работа непосредственно По укладке Асфальтобетона Будет завершена Значит Кроме того Сейчас У нас в принципе Запланировано Обустройство Отнесенного Так называемого Левого поворота То есть Автомобильный транспорт При движении Из Москвы Будет поворачивать На улицу Вокзальную Не подстрелку С Можайского шоссе А будет Несколько раньше Уходить на дублер И уже на светофоре Просто Можайское шоссе Пересекать То есть Левого поворота Непосредственно Можайское шоссе Не будет Что у нас Соответственно Вот это бутылочное Горлышко Несколько Разошьет Если можно так сказать Вот эти работы Тоже у нас Сейчас Значит Ведутся И ну я думаю Что там Поскольку у нас Необходимы Земляные работы Произвести То ну займет еще Ну пару недель Займет наверное У нас Потому что еще там Переустройство Светофорного объекта Соответственно потребуется Изменится организация Дорожного движения Но в целом Я думаю Что это нам Улучшит Состояние Ну я имею ввиду Движение Значит поток транспорта Измазка Во всяком случае Сколько в этом году Выделено средств На дорожные работы Ну в этом году У нас Мы потратим Я надеюсь Мы потратим Больше 300 миллионов рублей Основная часть Этих денег Нам поступает В виде субсидий Московской области По решению Значит Губернатора Московской области И правительства Московской области Вот поэтому Ну Примерно Это где-то 330 миллионов рублей В общей сложности У нас Именно на ремонт дорог Уйдет в этом году Что в принципе Довольно значительная сумма Ну она Надо сказать Сопоставима С прошлым годом У нас тоже примерно Значит Такие же денежные средства Были потрачены В прошлом году На ремонт дорог Начали ли вы уже Набрасывать планы На следующий год На следующий сезон Какие дороги Войдут в программу И могут ли на это Повлиять жители Да Естественно Такие планы У нас Так сказать Они строятся И в общем Надо сказать Что Собственно Эти планы Еще часть из них Осталась С прошлого года Потому что Мы каждый год Хотим сделать больше Но Значит Делаем столько Насколько У нас Хватает средств Вот поэтому Часть у нас дорог Еще было в прошлом году Запланировано Не получилось Мы будем планировать Уже на следующий год На портале Добродел У нас проходило Тоже голосование Параллельный процесс Некий На котором Было отобрано Некоторое количество Дорог По результатам Этого голосования И сейчас Уже идет Как бы Второй этап На котором Уже Значит Люди Из выбранных Дорог Уже Людьми же Выбранных Уже отбирают Те Которые наиболее Актуальны для них Это голосование Продлится До первого сентября Сергей Вячеславович Насколько активные жители Сегодня Насколько они активно Вовлечены Вот как раз таки В работу И вот в этот процесс Голосования Голосование у нас Достаточно активно Но достаточно Непонятно Достаточно для чего Потому что Если мы соотнесем Количество Скажем Голосующих жителей С количеством проживающих То конечно Это цифры Не очень впечатляют Да То есть там Отличия на порядке Просто Не в разы А на порядке Вот Но тем не менее Если мы смотрим Динамику по годам То конечно За последние Скажем Два года Эта активность Существенно возросла Но Мы скажем В сентябре Только сможем Говорить о том Сколько непосредственно У нас жителей Сейчас еще можно Включиться в эту работу Можно Голосовать За ту или иную дорогу Сейчас можно Проголосовать Но выбор Будет уже Ограничен Теми дорогами Которые Уже прошли На первом этапе Но тем не менее Еще есть возможность Отдать свой голос За ту или иную дорогу Которая покажется Наиболее актуальным Но это не значит Что только эти дороги Будут ремонтироваться Разумеется Что наши планы Они гораздо шире Чем Значит Голосование На доброделе Потому что У нас Ну Что там греха Тает Большое количество Еще дорог Которые требуют ремонта И вообще Ремонт Это вещь Абсолютно нормальная И Она должна Производиться С определенной регулярностью Есть В принципе У нас Определенные нормативы Для этого Ну Тут Что сказать В принципе Вот например Можайское шоссе Дорога у нас Второй категории Ремонт Он должен Производиться Замена верхнего Слова Покрытия Раз в два года Например По нормативу Ну как бы Теоретически Будем так говорить Но есть И понятие Планового недоремонта Ну что скажем Скажем Прошло два года Мы Приехали на Можайское шоссе Смотрим Что Качество дорожного покрытия Еще вполне себе Удовлетворительно И В общем-то Ремонт На самом деле Не требует Это не значит Что мы все должны Бросить Потратить деньги Любыми силами Его заменить Конечно Этого никто не делает Простоит это покрытие Два года Хорошо Простоит Три года Еще лучше Даже если пять лет Простоит Это не значит Что мы обязательно Должны его заменить Пока оно будет Значит Отвечать всем требованиям Ну да Естественно Никто его не будет Ремонтировать Поэтому В зависимости от категории Автомобильной дороги Разные сроки Ремонта План Который должен Производиться Но вместе с тем Значит И При этом Необходимо Понимать Реальное состояние Дороги Конечно Никто не будет Ремонтировать Автомобильную дорогу Которая вполне себе Хорошая Сергей Вячеславович Первого сентября Все Все дорожные ремонты Должны быть Завершены Объем Выполнен Какие планы дальше Подготовка к зиме Ведь компания Работает Круглогодично Не Ну если мы говорим О организации В которой я работаю Которую возглавляю Ну управление дорожного хозяйства Капитального строительства Что Чем будете заниматься После завершения Дорожных работ Будем работать Дело в том Что дорожные работы Они не завершаются Они Идут непрерывно И Дорожная работа Это такое понятие Как бы не очень Каноническое Будем так говорить Закон говорит Это дорожная деятельность Да понимает А по дорожной деятельности Понимается Широкий очень спектр Это Ремонт Это Один из видов Дорожной деятельности Потому что Мы занимаемся Содержанием Автомобильных дорог Которым занимаемся Не только Зимой Но и летом Сейчас например Тоже содержание Автомобильных дорог Оно Выпал снег Выпал снег Почистили Не почистили Обработали Не обработали Реагент Все видно А значит Летом Может быть Это не так видно Но тем не менее Объемы работ Приличные Кроме того У нас Ну сейчас Со стройкой У нас Так сказать Пока Ничего мы не строим И не реконструируем Но на сегодняшний день У нас нет Ни одного объекта Который бы мы строили Скажем Да Но тем не менее У нас В настоящее время Ведется проектирование Скажем Капитального ремонта Эстакады На 26-м километре Как мы с вами Уже как-то По-моему Говорили О том Что Мы в принципе Все Можайское шоссе На всем протяжении Меняем дорожное покрытие И в этом году Собственно Закончим Будем так Эту работу С исключением Путепровода В Отрадном Ну вот Ну это сложное Инженерное сооружение И поэтому Решением главы Уже Городского округа Значит Андрея Робертович В этом году У нас Ведутся работы По проектированию Капитального ремонта Этого объекта И я надеюсь Что в этом году Мы этот Значит Проект завершим И уже дальше Будем смотреть Сколько потребуется денег Для того Чтобы непосредственно Капитальный ремонт Совершить Вот Кроме того Значит В прошлом году У нас Андрей Робертович Осуществлял Объезды Ну разных Микрорайонов Как мы знаем Ну и в этом году Собственно тоже Ну вот В прошлом году По результатам объезда Значит Было принято решение О Проектирование Автомобильной дороги Из восьмого Микрорайона В девятый Потому что Как мы знаем Транспортная связь Там Осуществляется Только через Минское шоссе Вот И сейчас уже Значит Настоящее время Буквально На днях На днях Будет заключен Контракт То есть Все Конкурентные Процедуры Уже прошли И будет Заключен Контракт На проектирование Собственно Этой автомобильной Дороги Ну Дело Это не Быстрое Проектировать Мы будем Примерно Два года Вот Ну Начнем С инженерных Изысканий Ну Все Как Положено Значит Проект Экспертиза Будет проходить В дальнейшем И так далее Значит Я рассчитываю Что К концу Следующего года У нас появится Проект Строительства Этой автомобильной Дороги Тоже Будут Определены Денежные Средства Которые Необходим Для реализации И будем Соответственно Их искать Но я думаю Что будем Просить Все-таки Московская область Нам Помочь Потому что Такого рода Объекты Конечно Они требуют Очень существенных Затрат Которые Не всегда Бюджет Теперь уже Городского Округа Сможет Самостоятельно Реализовать Так что Дорожная деятельность Это не только Ремонт летом И все Поэтому Есть чем нам Заниматься Ремонт летом И уборка Снега зимой Это гораздо шире Масштабнее И объемнее Да У нас Очень разноплановая Работа Сергей Вячеславович В завершении Нашей программы Хочется пожелать Вам Работы Были завершены В срок И вам тоже Чтобы светило солнце Спасибо Вы смотрели Специальное интервью Оставайтесь на нашем канале До свидания